Находясь в чужой стране в качестве иностранца, чего больше всего боитесь? Вова, а вот ты думал, что тебя больше всего пугает, когда ты находишься в чужой стране в качестве иностранца? Ну, я всегда считал, что самое страшное это потерять документы, а особенно паспорт. Мне всегда это казалось какими-то проблемами, вот, либо нерешаемыми, либо ужасно трудно решаемыми. А вот и нет. Сегодня расскажем вам, что делать в случае утери документов, например, в Турции. Но эта схема, о которой мы расскажем, действует и применима в любой другой стране. Добро пожаловать на наш канал Турки Спейс. Я, Олеся. Я, Владимир. Погнали, разберемся. Первым делом отправляйтесь в отдел полиции, где вам дадут заполнить специальный акт, в котором вы подробно расписываете все утерянные документы. Акт нужно заполнять на турецком языке, иногда на английском. На этом акте полицейский поставит свою резолюцию о действительности этого акта и печать полицейского участка. И отдаст этот акт вам лучше. Что же делать, если потерянный комет? Ну, это карточка ВНЖ. Вам надо подготовить следующий пакет документов. Необходимо взять адресную выписку о прописке на территории Турции. Берете ее в Едивлет. Как ее взять, кстати, вот здесь, смотрите. На турецком такая справка называется адрес кают. Следующий документ, который вам надо приготовить, это загранпаспорт и его копия. Также сделать новые биометрические фотографии. Акт взять, который вы составили в полицейском участке. Договор аренды и выписки из банка не требуется. И вот с этим вот пакетом документов приходите в ГЕЧ, в котором вы проходили рандеву. Офицеру объясняйте свою проблему. Вам дадут заполнить заявление на восстановление карточки. Заявление это заполняется на турецком языке. Можно использовать онлайн-переводчик для заполнения заявлений. Офицер вам даст квитанцию об оплате перевыпуска карточки. Вам нужно будет заплатить 50% от сборов, которые вы платили ранее за ВНЖ. И 160 лир за сам пластик. С этой квитанции вы отправляетесь в ближайшую налоговую в Верге и Дорессе. Оплачиваете и с квитанции о произведенной оплате, которую вам вручат в налоговой. Возвращаетесь обратно в ГЕЧ. Отдаете квитанцию и ждете, когда вам привезут новую карточку на адрес. Сроки действия этой карточки и комет будут такими же, как и на утерянной. Если же потерял свое рабочее разрешение, то необходимо отправить запрос на новую карту туда, где вы получали свое разрешение на работу. Прийти в это учреждение и с собой иметь акт о потере документов. Это вот акт, который вы составляли в полицейском участке. И копию своего паспорта. Ну и сам паспорт, конечно. Вам также дадут квитанцию для оплаты сборов за восстановление карточки. Оплата производится в налоговой службе. После того, как вы принесете квитанцию в произведенное оплате, все документы примут и ваш новый документ доставят вам на адрес. Либо назначат дату, когда вам следует прийти и забрать. То, что пугало меня всегда больше всего, если потерял свой паспорт. В этом случае необходимо обратиться в консульство вашей страны. Для этого необходимо записаться на прием на сайте консульства. Для этого придется каждое утро, начиная с 9 утра, пытаться поймать свободный номерок. Это та еще задачка. И, пожалуй, это самое сложное во всей этой процессе. Да. Ну, если несколько дней не получается выловить свободную дату, то советуем написать на электронную почту, указанную на сайте консульства, объяснив свою проблему. И если вы находитесь в Турции в качестве туриста на отдыхе, а не живете на ВНЖ, и вам уже пора выезжать из страны, то сотрудники консульства предложат вам варианты действий. Ну, а если вы счастливчики, вам удалось взять номерок, то в назначенную дату и время необходимо явиться в консульство. С собой необходимо также иметь акт из полицейского участка, копию какого-нибудь удостоверения личности и копию своего ВНЖ. Ну, если вы проживаете в Турции по ВНЖ. А если без ВНЖ, то любую другое удостоверение личности. Это могут быть права, ну, что угодно еще. Сумма сборов составит 30 долларов за паспорт без щипа, ну, то есть, который вот на 5 лет рассчитан, и 80 долларов щипа, это который на 10 лет. Для детей до 14 лет паспорт без щипа обойдется в 10 долларов и щипом в 40 долларов. Сборы оплачивать необходимо в банке. В консульство вам выдаст квитанцию для оплаты и сам адрес банка. Квитанцию, совершенную оплатой, нужно в этот же день обратно принести в консульство. И когда паспорт будет готов, вам придется общение на почту или на телефон. Вы также берете номерок и забираете свой паспорт. Если же вы в Турции в отпуске, то вам дадут справку, о которой вы сможете вылететь из страны и там уже на месте восстановить свой паспорт. Эта справка называется белый паспорт. В случае, если потерял водительские права и находитесь в Турции на отдыхе, тогда идете в отдел полиции и заявляете о пропаже своих прав водительских. Вам составляют протокол. И вот с этим заявлением о пропаже вы сможете выехать из страны и уже, приехав в свою страну, восстановить свои водительские права. Таким вопросом обращаться в консульство по восстановлению своих прав совершенно бесполезно, так как данная проблема вне компетенции данного органа. Поэтому они вам абсолютно ничем не помогут. А если же потеряли водительские права, которые уже обменяли ранее на турецкие, то обращайтесь в службу под названием «Трафик Тесжил Мудлу». Именно там же вы их и меняли. С собой нужно иметь цветную копию ВНЖ, акт из полицейского участка и одну биометрическую фотографию. Там также вам необходимо оплатить пошлину за восстановление этих прав. Как правило, это 50% от той суммы, которую вы уже оплатили ранее при обмене внутренних прав своей страны на права турецкие. Эту пошлину нужно также оплачивать в налоговой, как и все любые другие пошлины. Когда ваши права будут готовы, вы получите об этом уведомление. А вообще лучше всегда имейте копии всех своих документов в электронном виде. Либо сфоткайте их на телефон и храните в отдельной папке или в облачном хранилище или на флешке. Ну, здесь вариантов уйма. Потому что в чрезвычайной ситуации такие документы всегда можно предъявить. Подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить интересные видео. Ставьте палец вверх, чтобы канал чаще показывался другим пользователям. Письма, комментарии, предложения, вопросы отправляйте в комментарии под видео. А также можете писать на почту, которая тоже указана под видео. А также под видео указан наш сайт, куда вы всегда можете обратиться с просьбой о помощи. Найти вам квартиру в аренду или для покупки. А также тем, кому требуется помощь в сопровождении, консультации, вопросов в НЖ. И при желании вы всегда можете воспользоваться функцией суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Подняли, обняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!